доброе утречко друзья сегодня 15 день путешествия 4 августа время 5 30 спал как сурок но подмерз немножко ребята чуть-чуть прохладненько становится прохладненько я вчера уже говорил я это начинаю ощущать руки чуть-чуть крутит тоже найти после весла немножко надо разминочку делать сейчас выйду сделаю разминку ночь прошла отлично никто не шумел никто не приезжал слава тебе господи это хорошо это очень хорошо он бы дальше чтоб так было спокойно тихо ну дальше у нас с вами стандартной процедура вылазим смотрим на улице потихоньку собираемся и сегодня ищем место под стоянку вау посмотрите что нам сегодня река сатрапа раньше показывает о красота какая такой красивый красивый туман да приятно посмотреть конечно мы отчаливаем от этого места доброе утречко у мащи ваим ся и сегодня река мне показывает совершенно сказочную картинку я стартую в тумане реально в тумане посмотрите еще видно я просто вот просто ребята восторге опять десна мне показывает красивую картинку опять она меня удивляет удивляет в хорошем смысле пока пока это место спасибо было тихо очень и приятно а мы с вами стартуем в направлении шестовицы сегодня у нас 15 день и по-моему 4 августа 15 день нашего с вами путешествия вчера я их отметил две недели вчера было 14 я отметил вопрос снимай видео да снимает я отметил это дело четырьмя кексиками надо спинку умастить вкусными и сегодня у нас с вами старт дальше сегодня обязательно нужно найти место поднявку и подзарядить все батареи вчера видел байдаришников вечером идут по десне подхожу ближе смотрю лопасти только добрый ранок лопасти только сверкают на солнце идут одна байдарка старая тайменька трешечка я подхожу поприветствовал и говорю ребята давайте ко мне и видать тоже байдаришники старого образца правильные такие байдаришники что интересно у них компоновка вот байдарки трешка один впереди второй сзади вообще а посредине вот так горой навален груз и накрыт тентом или пленкой полиэтиленовой в общем старая школа они отказались потому что время было часиков шесть мы говорят хотим еще пойти немножко как раз стих ветер такая погода хорошая они с чернигова только вышли но действительно ну говорю счастливого пути может увидимся да говорят река одна конечно такие видно два я по возраст не очень определил но по моему не молодые мужики потому что старая тайменька я сейчас заднюю камеру соньку повернул на бок чтобы могли тоже посмотреть может быть в бок будет туман лучше виден чем с гоупро фронтальной но по моему видно очень хорошо это река просто просто волшебно в это утро просто волшебно вообще бомба да это стоит того ребята стоит однозначно стоит того чтобы ходить в походы чтобы видеть это это просто волшебство которое не нарисуешь понимаете его не подделаешь его не купишь вместо тебя его никто не увидит то есть только ты можешь это видеть независимо от твоего материального положения независимо от сколько у тебя бабла это все для природы никакой роли не играет абсолютно чтобы видеть такую сказку надо ребята садиться в байдарку вот с босыми ногами мерзнуть иногда иногда терпеть дождь все самые красивые самые интересные моменты случаются самые неудобные для человека время суток точно так же как режимное время фотографии знаете гоупро стоп съемка гоупро выключись вот точно так же как фотографии режимное время то есть примерно полчаса или 15 минут до восхода солнца и минут 30 после после восхода и то же самое с закатом солнца это самая такая красивая самая пейзажная самая интересная игра света и тени происходит в это время но это надо рано встать понимаете оторвать задницу от теплого уютного дивана вылезти из теплейшего спальника вот а не хочется спальники то уютно выгоняешь себя пинками на куда деваться и тогда ты видишь подняться на гору перец и 5 часов вверх там как я делал когда снимал пейзажи и тогда ты получаешь результат ты получаешь вау картинку и получаешь не только на матрице фотоаппарата получаешь ее наяву в жизни в отпечаток в голове отпечаток который остается с тобой вот за это я люблю туризм ребята и за компании не я ходил в туристические походы с разными абсолютно компаниями вот когда мы ходили на рафтинг в черном черемоши когда он еще был реально черный черемош я еще поймал этот момент когда там реально было опасно реально было пороги вот тоже воды сейчас вода сейчас там сильно упала но это было в ствол там все же вот эти там фирмы пишут вау рафтинг там блин детский лепят на лужайке фигня это все просто в украине больше некуда поехать кроме черного черемоша вот вот и вес рафтинг такой ну попрыгал слегка там по волнам это все закончилось а я еще застал тот момент когда когда там реально было стрёмно когда была большая вода нас было 12 человек мы все спали в одной палатке такой типа шатер кол посредине вот может тогда это и было прикольно сейчас включу фронтальную камеру gopro включить gopro снимай видео сейчас такой поворотик будет душевный надо его снять вот видите ребята я вчера встал ближе к трем часам отдохнул поспал попил чаю отпраздновал кексиками две недели похода я сейчас как огурчик вообще грибу спокойно веселой нормально ну давайте еще с того что у меня так просто такой режим я выраженный ярко за воронок армия привет с его ранними подъемами сделать с этим ничего нельзя может у кого-то другой режим это тоже нормально я про свой рассказываю я говорю к тому что я отдохнувши я свежий я покупался утром вот иду в красивейший красивейшей реке еще туман застал думал полетать но потом у меня таких кадров много с туманом уже плодить одно и то же уже не хочется может когда встану на стоянку полетает посмотрим его сейчас я абсолютно неспешно свое удовольствие грибу покрасивейшей реке украины с прекрасным настроением а потом еще это все дело буду пересматривать на видео и переживать эти эмоции еще раз ну и вы можете тоже вместе со мной полюбоваться а левый берег десны теперь вы сейчас выглядит вот так видите вот там я ночевал на левом берегу не получится днем в удобное время как правило увидеть что-то красивое бывает бывает но это исключение как правило все красивые пейзажи яркие краски они случаются в неудобное для человека время время для которого чтобы увидеть это надо что-то сделать чтобы увидеть вот это где сейчас опять же надо пойти в поход надо купить байдарку надо договориться про заброску вот надо терпеть комаров там рассматриваться от клещей сражаться с протекающей палаткой если что там да и все такое это же еще ребята десна ну это как бы точнее категоризная река это просто просто абсолютно спокойная ровная река где максимум что случается это сильный встречный ветер это просто кайфовый поход но судя по реакции людей вот даже в чернигове я мимо пляжа иду вот откуда вы я говорю от границы с гримичем да вы что какой вы молодец ну меня так и подмывало ответить да я такой потом я обдумывался говорю конечно спасибо большое очень приятно вам хорошего дня ну реально спасибо люди то есть для людей я понимаю что это конечно то что вот я делаю это из ряда вон уходящие ребята я вам хочу сказать что если меня смотрят не только молодые меня смотрят и пожилые люди и люди старшего возраста 50 плюс я хочу сказать что если даже вы себя запустили мужики особенно обращаюсь к мужикам с женщинами другая история если даже вы все-таки себя запустили то поверьте если вы сожмете зубы напряжетесь и выйдете из вашей зоны комфорта то через год вы будете веслами махать лучше чем я но для вас это будет боль мать и не получится пойти хирургу выкачать весь жир шприцом да там а потом за год опять его нажрать в том то все и дело поэтому если вы хотите быть 60 фуровый анг вам придется напрячься ребята но не получится не получится и по-другому и напрячься хорошо даже скажу больше вам придется возможно поменять весь ваш уклад в жизни и поменять его кардинально подчинить этому все то есть ваша жизнь будет подчинена приведению вашего тела в порядок я вам скажу больше что это абсолютно нормально потому что кроме вашего тела у вас по сути нет ничего если так думаться все ваши накопления все ваши сбережения по сути и мои тоже это меня тоже касается это по сути просто пшик который ничего не стоит посему-посему беритесь ребята за ум я обращаюсь к тем кто сидит на диване и думает блин я бы тоже так смог наверное у меня же работа у меня же внучка в институт поступает у меня же дочечка там второй раз замуж там жене шубку новая надо ребята поймите этих проблем эти проблемы они будут всегда вот вот всегда не бывает такого может частично касались этой темы у внучки своя жизнь с женой мы уже тоже касались этой темы gopro включить красивый участок сейчас вопрос снимаю видео последняя добивая много упроки 64 гигабайта карточка одна осталась поэтому мужики берите за ум и начинайте заниматься начинайте заниматься собой начинайте заниматься своим здоровьем своим телом своим внешним видом тело вам отплатят столицы любой вес можно согнать любую пагубную привычку ребята можно бросить если вы жить если вы не бросаете пагубную привычку значит вы не сильно хотите жить все просто все остальное отговорки прошел немножко мысль пришла в голову включился вчера посмотрел по карте по османду там есть возможность выборки в том числе и речного пути не от места стоянки где я ночевал до киева до места планируемого финиша это труханов остров вот там где стояночка ну киевля не знают под мостом мне осталось пройти 200 километров как-то я иду ребята с опережением графика вот возможно этот резерв я потрачу просто на ничего не делали где-нибудь новоселках просто потрачу пару-тройку дней знаете но я как бы мысленно вычеркнул из похода потому что это уже будет не грибные дни вот если конечно поднажать за сколько я пройду 200 километров даже если по 30 километров день проходить вот то это 6 дней за неделю примерно ну если ничего не случится куда все такое прочее посмотрим как будет погода как будет настроение в том-то апреле знаете ребят вот такого похода что ты можешь делать то что тебе велит свое настроение ну например если бы мне сейчас захотелось на том месте где я ночевал взять и остаться я беру и остаюсь то есть мне никто не мешает никто не задерживает если мне сейчас придет в голову развернуться и пойти обратно в ремеш против течения ну образно я абсолютно спокойно могу это сделать меня никто не мешает есть на самом деле я могу это сделать нормально спокойно все хорошо люди попросыпались уже на берегу вовсю машут с пеннигами удочками мне иногда кажется что рыбаков на десне больше чем рыбы сейчас мотоциклами с машинами как угодно шел немножко прошел может метров пятьсот и с правой стороны те два байдарщика которые шли лагер разбили ну видимо не захотели они со мной становиться может тому с женой не знаю точнее там вроде как два мужика были просто может не захотели у них все свое как бы с чужим человеком то есть они прошли у меня прошли метров пятьсот и встали я проходил видел байдарка перевернутая лежит целлофаном накрыта ну это их дела меня это не касается идем ребята мои ориентир это мост будет мост и после моста там уже надо будет смотреть пройти еще где-то часа два примерно и будут те места где куда я приезжал на съемки вот шестовица там попробую где-то остановиться и сделать то что я хотел сделать вот так вот так ну Продолжение следует... Продолжение следует... По центру... Это и есть то место, где я всегда снимал... Но с реки оно смотрится по-другому... И я не вижу там подходов... Надо, наверное, прогуляться вдоль реки... Пешочком... Выгрузиться сейчас... И посмотреть, можно ли где-то там... Лодку... К байдарку пристроить... Чтобы можно было поднять... Давайте сюда сейчас причалим... Выйдем наверх... И посмотрим, если там выходы... В принципе, можно и тут остановиться... В общем-то... Тут вполне можно поднять байдарку... По большому счету... Сейчас глянем... Так, ну что... Наша байдарочка поднята... Пошли по лесенке наверх... Ступенечки кто-то вырубил... Спасибо... Ну... Можно вполне, ребята, и тут встать... Вполне... Кто-то тапки забыл... Перегородить... Тут вполне такое удивенное место... Да... Это тот лес... Но я... Выходов нормальных не вижу вообще... Пока... Может попробовать дальше пройти... Вот есть один... Ну... Давайте сюда попробуем... Тут, конечно, разгружаться... Ага... Вот еще... Так... Давайте причалим сюда... Здесь получше, в принципе... И попробуем... Подняться наверх... И посмотреть, как тут берег... Тут, конечно, намного неудобнее подниматься... Но по верху можно пройти хотя бы... Посмотреть, что к чему... Может там дальше другие есть... Выходы более удобные... По-моему, я нашел то, что надо... Пойдемте, ребят, покажу... Тут пологая тропиночка наверх... Я прошел чуть дальше... Явно стояли люди... Но давно... Ступеньки сделаны... Видите... И... Если вперед пройти... Тут типа получается... Дрова... Видите... Нарубленные... Кто-то с большой палаткой стоял... Вот... И тут типа такая... Нычка получается... Вот заход... И тут нормально можно палатку поставить... И все такое прочее... В общем, ребята, я думаю, что мы остаемся... Вот тут вот... Поставим вот так палатку... Как раз нормально будет... Возле костерка... И... Байдарку можно вот сюда положить... Вот так... Как раз будет тоже нормально... Вообще здесь место... Люди приезжают... Конечно, видно, что... Натоптано... Нарублено... Но... В основном они останавливаются все там... И сюда редко кто доезжает... Мало... Поэтому я надеюсь, что... Таких гостей не будет у меня... Ну... Хотя все возможно... Ну... В принципе... Ребят... Нам переписать... Единственное, конечно, зараза... Все небо затянуло... Ну... Тут уже вариантов нет... Мне просто тупо не на что снимать... Уже все... Придется ждать... До тех пор... Пока не появится солнце... И... Не пойдет работать ноутбук... Потому что мне переписывают три карты... Ну... Сейчас практика все покажет... Решил показать, что у меня сегодня будет на ужин... Сегодня на ужин будут сухарики собственного изготовления... Я насушил... Восемь батонов взял с собой... Сало собственного приготовления с чесночком... С солькой... И... Очень вкусная, кстати... И тоже с сухариками... И... Сейчас покажу... Вот такое рагу... Рагу из картошки... Сушеного мяса... Сушеная морковь... Сушеные помидоры... И... Потом будет чай... Чай будет с халвой... И вместо сахара будет... Лимонный джем... Ну... Звучит вроде бы неплохо... Правда? Пока остынет ужин... Я посидел подумал... Вы знаете... Наверное, я завтра пойду дальше... Я все сделал... Все переписал... Правда, дублировать не получится... Потому что не хватает места... Вот... Мой терабайтный накопитель заполнен уже на две трети... И я боюсь, как бы мне вообще места хватило... Честно говоря, до финиша... Но еще есть карта памяти... То есть можно чуть-чуть переписать и останутся карты... Я постирался полностью... Все переписал... Все сделал... Чуть-чуть зарядил ноутбук... Смысла валандаться тут еще... Целый день завтра... Ну, честно, я не вижу... Практически целый день я отдыхал... Да и как-то... Что-то меня толкает вперед... Поэтому завтра я, наверное, с утра, как обычно, соберусь... И пойду дальше... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...